У нас будет развод. Не вздумай неправильно ответить. Сколько лет начались мои первые отношения? Нет, ну фу, это очень вонючая херня, она невкусная, после нее воняет во рту. Она заплакала. Я уверена, что мои подписчики знают меня лучше, чем вы. Чего вообще приводят твои видео? Тут люди страдают и плачут. Всем привет, настало время годного контента на ютубе, если бы, но нет. И сегодня вот эта вот странная команда в виде олигарха, который косплеит Геройда. Или Геройда, я не знаю. Ведь могу заплатить чеканой монетой, чеканой монетой. А тельняшки с зелеными волосами, впрочем, ничего нового. И меня после косплея на Харли и Квинн. И сегодня мы будем проверять моих замечательных мужчину и женщину, кто же знает меня лучше. Правила игры. Я задаю вопрос, а ребята пишут ответ. Игра осложняется тем, что в зависимости от ответов кто-то из нас ест рандомную гадость. Если правильно отвечают оба, то ем гадость я. А если кто-то из них ошибается, то ест гадость он. При этом некоторые вопросы содержат несколько вариантов ответа. И тогда правильный ответ засчитывается только тогда, если все варианты учтены. Обязательно ставьте лайк на это видео, потому что олигарх отважился прийти сюда. Я правда до сих пор не понимаю, почему ты в костюме Геройда. Вот, давайте наберем 60 тысяч пальцев вверх, и ты сделаешь мне макияж. В школу. 65. 65. Вот вам ваши маркеры, тебе голубой, а тебе зеленый. Почему? Потому что у меня зеленый, что непонятное? А у меня что голубое? О чем я мечтала в детстве? Что? Показывайте ваш вариант ответов. Наверное, не видно. В детстве я мечтала выйти замуж за олигарха, а Бентли как бы полагается. А я угадала! И здесь у нас сырая картошка. Какая моя самая любимая еда? В этом вопросе будет несколько ответов. Сколько? Я буду писать из того, что я когда-то видела, что ты ешь. Я знаю один 100%. Я тоже один знаю еще. Я придумал три. А ты? У меня есть три любимых блюда. Фубо, кимчи тиге и корейский гриль. Изи! Ну я угадала два. Я помню, что ты еще мясо любила. Есть. В этом раунде проигрывает Тилька. На одну писюлечку! А я все три угадал, да, да. Я что-то не подумала о кимчи, кстати. Нет! Ну фу! Это очень вонючая херня. Она невкусная, после нее воняет во рту. Это семена лотоса. Но она уже воняет. Они как будто проперли. И следующий вопрос, на который вам предстоит ответить. Кто мой любимый блогер? Несколько вариантов ответа. С понятием. Я делаю три. У меня один. Помню, что мы здесь у меня обсуждали. А как бы ты с ней живешь, ты еще можешь хоть как-то глазочком увидеть. Блин, ты знаешь, я когда прихожу к ней в комнату. Она прячется, да? Она закрывает монитор, я даже не знаю, что она там смотрит. Потому что она там вообще не блогеров смотрит. Братзерс. Кентайдерс. Итак, дорогие мои друзья. У меня четыре любимых блогера. И вот скис. Лунный монах. Чего? Кто это? А, ты говорила на днях про лунного монаха, который делает... Варламов. Блин. Мармарис. И Влад Бумага. Это четыре моих любимых блогера. Какие варианты написали вы? Я написала Лиса. Сама себя любишь? Ты обо мне слишком высокого мнения. В какие варианты у тебя? Я написал Влад Абумага, в смысле А4, и Джеймс Чайлз. Я сделал три. В этом раунде едят оба. Но я же одну угадал больше, чем она. В этом раунде ты должен был угадать всех. Так, давайте посмотрим, что же предстоит им есть сейчас. Да ну! Не-е-е-е! Ну не-е-е! Это чеснок? Мы же будем вонять везде с ним, вдвоем. Ты понимаешь, что мы с тобой будем рядом здесь сидеть? Я буду сейчас официально дышать. Я еще раз говорю, у меня нет обоняния, и мне плевать. По одному, по одной головке каждый должен сидеть. Почисти мне головку. Не, мне головку почисти. Ну хорошо, я почищёваю головку. Покаживай за ребятами. Почисти головку. Очень странно. Не каждый день я чищу чужие головки, чтобы давать их в рот другим людям. Они такие дуральчики. Я уже чувствую, как я воняю. Я сел. Да. Я не знаю, это как и дай. Я не знаю. Она заплакала. Чего вообще приводят твои видео? Тут люди страдают и плачут. В прямом эфире. Между прочим, слезы сыграть почти никто не манит. Я не играю. Вы готовы? Нет. Не подглядывай. А, ты на меня пытаешься дуть? А сколько лет начались мои первые отношения? Господи. Удачи. Поняаешь, что тут проблема? Отношения бывают самые разные. Да, я, кажется, догадываюсь, про какие отношения идёт речь. Мои первые отношения начались в 13 лет. А считается, у меня в 13 написала. А я в 5. В 13 написала. У неё в детском садике мальчик. Да. Я счёл за отношения, почему нет? Ну, это были несерьёзные отношения. А ты не говоришь, во сколько лет у меня начались отношения? Ну, потому что... В то время, в то время ты считала, что это самая серьёзная... Матя, ты торговалась. Чё ты там? Почему ты торгуешься всё время? Она была уверена в 5 лет, что это её любовь. Проиграли. Опа. Опа. Она делала конкурс, чтобы она никогда не проигрывала. Вы понимаете, да? О, ну это хорошо. Это что, брокколи я вижу, да? А как мы будем это пить? Ну, вам придётся пить. Это по очереди. Яблоко, груша, брокколи. Это пюре. Брокколи не воняет. Может, это запах чеснока пройдёт, да? Лучше, лучше стало. Прямо я тебе отвечаю. Тут просто яблоко как будто. Да. Ну, и груши не может. Брокколи вообще не чувствуют. Офигенная штука, спасибо. Спасибо, возьму. Прямо очень вкусно было. Следующий вопрос будет только с одним ответом. Ну, наконец. В какую страну я мечтала полететь? Спойлеры, я там ещё не была. Страна Шотландия. А я написала Доминикану. А я Австралия. Я говорила о том, что я мечтаю полететь в Шотландию. Тебе точно. Раз в 500 я ещё говорила, что хоть бы мама организовала поездку, чтобы они нас повозили на машине, чтобы мы не парились. Шотландия так близко, мы можем хоть завтра взять и полететь. А Австралия... Ну, не можно получить, там визу невозможно получить. Туда целый геморрор визу получают. Честно, я думала, что это наказание буду есть я, поэтому положила достаточно мразотное, но я правда была уверена, что вы отгадаете, потому что я так часто говорила про Шотландию. Но, к сожалению, мне очень жаль. О, я люблю, это капуста. Я люблю капуста. А я нет. Хреново вы меня знаете, что сказать. Хреново. Я уверена, что мои подписчики знают меня лучше, чем вы. Тебе это нравится, правда? Я люблю более тёпленькую с сосисками. Следующий вопрос. И у него один ответ. Так, вопрос. Как звали моего первого парня? Не, ну это подстава, я таких вопросов не знаю. Первого парня? Не смотри так на меня, я тебе ничем подсказывать не буду. Первого парня? Теперь она может сказать, что вот тут мальчик, кстати, это был её парень. Мне надоело кушать невкусную еду. Короче, я напишу самое распространённое имя среди мужчин. Ответ? Ответ на этот вопрос. С подвохом, да? С подвохом. Я так и знал. У меня не было первого парня. Первой у меня была девушка. Бээээм Я так и думала, что надо написать бабу твою Но это подстава Я знал про женщину Я тоже знал про женщину Да, ты сказал мой первый парень Парень Поэтому мы писали парней с ними Ты хитрожопая Хорошо мы ее знаем Она вон хитрожопничает О! Это бургер? Шатанный бургер А потом смысл он замороженный Да ты прикалываешь, хотя погрей, пойди. Нет. Вот так этот бургер выглядит, он еще и замороженный. Вкусно. Это лучше, чем чеснок. Даже нормально, так сказала. Вопрос, на который, если вы не знаете ответа, вы по ним просто не друзья. Ябль, и у нас будет развод. Не вздумай неправильно ответить. Мое самое любимое аниме. Только один вариант ответа. Если я в этом ошибусь, как бы, я не ошибусь. А если я не знаю, как оно называется, ну по-моему оно так называется. Если сейчас будет не то, я правда буду очень злая. Правильный ответ Гентама. Изин. У меня Гентама написано. И у меня Гентама. У меня написано, даже где мужик с синими волосами. Вы совершенно правы, и это жрать мне, да, а, а, что там, что ты будешь есть. Там что-нибудь сейчас ниже. Оно очень тяжелое. Оно очень тяжелое. Сейчас там будет пицца пепперони. Кабачок. Оно очень, не очень пахнет. Почему? Это называется кабачок, а пахнет как... Ой, маняет, прям шло. Ладно, тут есть два варианта. Пить. Мы играем честно. Этим я буду есть это два часа. Я не хочу два часа. Я это выпью. Кей. Я это выпью. Только если будешь плевать, блю... Помада покидает час. Вот в эту штучку. Вот. Что значит моя татуировка? Что там ржешь? Ты даже такой ответ написала. Правильный ответ, это переводится как любовь. Я написала что-то из темы якуза. Потому что когда мы были в Японии, ты сказала, я хочу сфоткать мою татуировку. А мы фоткали татуировку. И типа ты говорила, ну ты в Японии нельзя показывать татуировки, потому что это значит якуза. Это что-то из темы якуза. Это значит, что члены банды носят татуировки, а обычно люди не носят. Ну вот, я написала что-то из темы якуза. Тилька. Готовь все. Давай. Готовь жель. Почему конфетки? Она же проиграла. О, мятная попалась, кайф. Буду сосать мяту. Соси мяту. Соси. Ну, сосу мяту. В этом самом деле. Следующий вопрос. В какой стране я хочу жить? Я ушла. Я депортируюсь. Блин, да это у тебя постоянно меняется. В какой стране ты хочешь жить? Она за последний год меня... Она меняет их. Да. Сегодня я хочу здесь, завтра там. Сегодня я хочу жить там, сегодня я здесь. Реально она меняет. Сейчас. Проще список написать, я отвечаю. Я уверен, что мои подписчики 100% знают ответ на этот вопрос. Потому что, вот знаете, вы в отличие от них не несете то, что она там тесто разное говорит. Потому что вы знаете наверняка. И правильный ответ это Россия. Она все угадала. Я написала ее самый верхний. О, это что это? Что это? Почему вы меня кормите кабачками? Сегодня у меня голубцы. Голубцы с мясом и рисом. Холодные голубцы. Быстрого приготовления. И разогретые. Кися. Я понюхаю голубцы. Ой, какие они неприятные. Да когда сейчас вырвется, ты ему тычешь. Ютька, прощи. А мне не есть. Увы, гадкие. Увы, у меня ты как раз не живешь. Нет, нет. Уберите эту херню. Что с тобой? Ну, отрыжки. А не, у меня отрыжка пошла. О, господи. Тебя рвет, наверное. Нет, она просто в газике. Только с Аберези должны выиграть. На что у меня аллергия? Только один правильный ответ. Блин, ну. А я останусь здесь. Я только одну знаю, как бы. Я на тебе буду писать. Это выглядит, наверное, ужасно. Ужасно неприлично. Потому что она сидит и пишет что-то на мне. Почему ты пишешь что-то на моей стене? Я написала. На что у тебя аллергия? Все, я тоже готов. Показывайте ваши ответы. Правильный ответ Эвил. Я написала перхоть кота. А я написала перхоть Эвила. Ну, это правильный ответ. Ну, это правильный. Эвик, мы выиграли. Эвик. Благодаря коту мы все-таки выиграли. Я знаю, потому что да. Наша команда выиграла, да, опять? Несите последнюю мерзкую еду, которую я съем. А вы тем временем обязательно напишите, сколько правильных ответов было у вас. Что вы знали про меня, а что вы не знали. Только честно. Да. Только честно. Итак, последняя сегодняшняя моя еда это тухлые жучки. В смысле? Оператор, это незаконно. Это самая вкусная еда на свете. Сырок! У меня сырок! Ааа, я выиграла сырок! Это не постанова. Это вообще не мы приносили еду. Приносила оператор, который Дениска. И я выиграла сырок. Сырок! Надо было ей в сырок чеснока положить. Слушай, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал Тельки. Это был Геральт. А как же мой канал, а у меня его нет? На ТикТок. Нет. И всем за Сима за просмотр. И всем пока-пока. Кстати, маленький спойлер. Все это я сделала сама. И сейчас покажу вам как.